больше проверяется получается сам объект, то есть проверяется пасека, проверяются определенные партии продукции и важно все-таки знать того, у кого ты покупаешь. То есть для того, чтобы знать и видеть вот этого фермера, который продает эту продукцию, мы организовываем ярмарки и как раз настаиваем на том, чтобы не торговал не перекуп, если можно так сказать, а фермер непосредственно. Понятно, что не всегда фермеру получается успеть на все ярмарки, особенно пиковые, вот сейчас осенью много ярмарок и не по всем они успевают участвовать. У меня вот здесь целый список ярмарок, которые работают, если позволите, да, с 24 по 28 сентября, это вот сейчас перед драмтеатром сельскохозяйственной ярмаркой. И здесь сразу скажу, что оператором этой ярмарки является агрофирма «Усадьба» и Толстого Галины Викторовны, и она очень ревностно и очень так категорично относится к качеству и к саженцам. Она технолог, она знает, как яблоню отличить от ивы, и собственно на месте, то есть если кто-то будет продавать продукцию, которая не соответствует. Фальсификат, грубо говоря, да, то этой продукции там не место будет. Потом с 25 по 29 сентября сельскохозяйственная ярмарка пермских производителей, площадь перед ДК Гагарина. Потом с 4 по 6 октября детский мир со стороны улицы Крисаново. То есть вот в принципе огромный перечень ярмарок, которые в ближайшее время состоятся. А где можно вообще найти перечень? На сайте министерства мы его разместили. Мы его размещали в газете «Звезда», мы его размещали в «Комсомольской правде». Стараемся максимально полно его разместить везде, где только можно. Ну а нашим телезрителям я хочу посоветовать просто зайти на сайт и познакомиться. Если сами не можете попросить своих детей, внуков, они обязательно вам помогут. И приходите, покупайте нормальные качественные саженцы, сельхозпродукцию, которая совершенно точно выращена здесь, а не где-нибудь непонятно где. Плюс мы организуем ярмарки в рамках культурно-массовых мероприятий. Буквально в эти выходные проходил Кросснаций. И понятно, что очень активно люди на это мероприятие приходили, участвовали. И мы организовывали сельскохозяйственную ярмарку. Как раз и от наших производителей там были подарки для тех, кто пробежал, для тех, кто достиг каких-то результатов. И мед, и молочная продукция. Каждому пробежавшему компания «Шатли» вручала пакет молока. На самом деле, ведь это важная задача вовлечения и в том, чтобы потребитель знал практически в лицо своего производителя, то есть где это производится, что продукция компании «Шатли», допустим, производится в Аспе Уинского района. Или Нытвинский молозавод. Ну, много на самом деле у нас производителей. Ну, кстати, на белых ночах, когда были молочные реки, да, все с удовольствием пили молоко, йогурт, кефир с удовольствием. И это действительно такой выход напрямую к потребителю. И у нас, допустим, в ближайшее время будет «Октоберфест» в Кунгуре, где наши производители… Не пугайте меня, чем вы там будете поить народ? Нет, самое главное, чем будем кромить? Колбасками и мясом, произведенным на территории Пермского края. Это не проект «Здоровое питание», но… Все понятно, все. Значит, вот смотрите, министерством в августе 2013 года проведен анализ организации питания в муниципальных учреждениях, который показал, 45% молочной продукции закупаются для поставки в детские сады. У местных производителей. Да, у местных. Школы и больницы также 45%. Неутешительные выводы можно сделать по другим видам продукции. По мясу 70%, по яйцу 29%, по картофелю 44%, по овощам 42%. То есть мы, естественно, стремимся к 100%. Правда, чтобы мы сами себя обеспечили на 100% и закупали у местных производителей, таким образом стимулируя их на увеличение производительности. И все-таки, каким же образом министерство ставит перед собой задачу, каким образом он собирается ее реализовать, эту задачу, стимулировать покупку местной продукции? Ну, во-первых, понятно, что у каждого покупателя задача сэкономить… Закупщика в данном случае. Закупщика, либо оптовика, либо аутсорсера, которые обслуживают какую-то социальную… Детский сад, больницу, в общем, социальную сферу. Наша задача – предложить данному предприятию конкурентоспособную цену и, соответственно, качество. И самое главное, чтобы… А физически это как? Вы придете и скажете, Марья Петровна, вы зачем закупаете удмуртскую птицу, покупаете пермскую птицу? Нет, во-первых, мы сейчас проводим серию встреч с оптовиками, которые на этом рынке активно работают. То есть, допустим, буквально на прошлой неделе тоже мы встречались с одним из крупных, не буду говорить ИП, которые обеспечивают как раз социальную сферу. И они приняли решение, проанализировали разных поставщиков молока и приняли решение перейти с Глазовской продукции на продукцию компании «Русь», которая находится в Пермском районе и перерабатывает молоко. В Кизеле, да, в принципе, проанализировали, посмотрели, да, и мы, конечно, не настаиваем в какой-то жесткой форме, да, просто просим обратить внимание, есть Верещагинский молозавод, есть Русь, есть Ашатли, есть Нытва, есть Кунгурский, Немилк. То есть, у нас производителей молочной продукции на самом деле достаточно. Есть Чайковский молозавод, есть Чернушинский молозавод. Ну, по своему опыту знаю совершенно точно, что наше молоко, которое хранится в течение трех дней, гораздо вкуснее, чем то, которое хранится восемь месяцев и не киснет. Давайте примем звонок от Екатерины Николаевны. Екатерина Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Вчера на ярмарке около Драм-театра, значит, купила молоко, которому вы сейчас так хорошо говорите. Написано, экологически чистый продукт. Принесла домой, естественно, сразу не распечатали. Печером распечатали, там просто синенькая водичка. Что? Идти обратно, нести это уже нет времени. Кто проверяет? Литровый пакет. Екатерина Николаевна, вопрос можно, а жирность молока какая была указана? Жирность молока написана 3,5-4,2. Нет, синенькое не должно было быть. Не должно быть. А какой производитель? Нет, синенькое молоко. Я никогда не покупала в магазинах такого молока. Ну-ка расскажите, кто вас обманул? Какой производитель? Какой производитель? Да. Говорят, что не надо говорить. Ну хорошо, не будем делать рекламу. По-моему, не одни вчера только и торговали. Екатерина Николаевна, да, вопрос понятен. Вопрос понятен, спасибо большое. Ну вот видите, все-таки, несмотря на то, что такой строгий отбор и процесс попадания на эту ярмарку, так отсев такой идет. Ну вот, получается. Хорошо, спасибо за звонок. На самом деле усилим вот этот контроль и отработаем с Россельхознадзором. Действительно, здесь гарантированно, не могу сказать, какой производитель. Надо разобраться. Секретарь пусть запишет, мы выясним все это дело. Вот смотрите, вы говорите, что вы общаетесь с теми, кто, собственно, решает вопрос о том, что закупать у нашего производителя, у производителя из других городов. А фермеры обращаются с какой-то просьбой. Ну, большая партия молока, помогите реализовать. У нас есть возможность такая. Конечно. Особенно... Вот вообще, как идет вот этот контакт с теми, кто производит? На самом деле, в основном этот контакт идет тогда, когда на рынок производитель выводит какой-то новый продукт. Или вот как раз, когда Агрохолдинг Русь, Пермский район, они заходили в рынок, как раз тогда нужно было помочь им зайти, все эти зайти в социалку. То есть, мы помогали информационной компанией. Когда есть уже отлаженные контакты, слава богу, они работают, и здесь вмешательств не нужно. Когда выходит новый производитель, новый продукт, тогда, конечно, мы помогаем информационно, организационно, встречаемся, приглашаем оптовиков, и здесь вот такая организационная большая работа. Ну, а если какой-то крупный агрохолдинг, просто демпингует цены на территории Прикамья, тут вы можете каким-то образом вмешиваться? Или это рынок, и это уже, я имею в виду большой рынок, и это уже не ваша компетенция? Ну, в первую очередь, да, анализируем, выясняем причины, почему холдинг... Пытаются захватить свой, отрезать свой сектор от пирога. Ну, на самом деле это рынок. Все-таки это рынок, да, и когда на этом рынке толкаются локтями, ну, это на самом деле в плюс для потребителя, потому что он имеет возможность купить более дешевую продукцию. Ну, соответственно, вот так административно в этот процесс не влазим. Вот, смотрите, в свое время, когда был принят закон о маркировке продуктов, да, масла или продукт, содержащий масло, там, сметана, сметаносодержащий продукт, то же самое касается сырного продукта, молочных продуктов, но, тем не менее, производитель все равно этот закон, ну, хоть на кривой кобыле, да, объедет. Вот насколько мы, потребители, можем быть спокойны, покупая тот или иной продукт, потому что, например, я молочных продуктов, вернее, молокосодержащих продуктов, да, я не видела. И масло, что было написано, спред, я не видела. Может быть, они просто исчезли с наших прилавков? Нет, на самом деле они не исчезли, и, допустим, там, сметанный продукт, он точно есть, и его обозначают, маркируют, да, есть… Может, просто я в той сети покупаю продукты, где действительно нет, просто не закупаю? Вот, если говорить по цельномолочке, по цельномолочке, как правило, там все-таки молоко, то есть там восстановленного молока практически нет, потому что сырое молоко, оно в достаточном объеме есть. Как правило, сухое молоко, оно используется там в йогуртах, то есть там, где не нужно писать, что молоко. Если внимательно прочитать разные йогуртные продукты, вот такую категорию, да, там практически в большинстве из них используется сухое молоко, сыворотка и так далее. То есть в цельном молоке, как правило, молоко. Ну, то есть, что называется, внимательно читайте ценники. Да, ценники, упаковку. Упаковку и ценники иногда посмотришь, сыр плавленный, 79 рублей килограмм. Ну, не может такого быть. Посмотришь, нет сырный продукт. Иван Петрович, а какие цели на сегодняшний день министерство приоритетными считает для себя? Очень такой емкий вопрос. Мы ставим очень важной, серьезной целью увеличить как раз объемы производства продукции по тем позициям, по которым у нас есть потребность и внутренняя, и за пределами края, в частности, по мясу. У нас есть серьезные задачи и меры поддержки по увеличению производства мяса, строительства убойных пунктов. Следующая задача – это продолжение динамики по объему производства молока. Далее, у нас есть задача по овощам открытого грунта. Соответственно, ряд предпринимателей активно занимаются развитием овощеводства. И здесь как раз важно, чтобы не осенью, когда везде овощей много, цена рухнула, и фермеры не знали, куда с этими овощами деваться. Важно все-таки сохранить, обеспечить качественными хранилищами, логистикой. То есть, вкладываемся в хранилище и как раз… Это какое-то будет общее хранилище? Нет. То есть, есть предприниматели, которые строят у себя на местах хранилища. Общее хранилище – это… Нет, ну просто высокотехнологичное хранилище построить – это сегодня стоит огромных денег? Ну и хозяйство инвестирует, и кротофилеводы, которые начали свой бизнес на уровне 2006-2008 годов, они все имеют свои кротофилехранилища. Это необходимые технологичные задачи сейчас войти в овощехранилище, то есть не только кротофель, но и овощи, чтобы хранились длительный период в качественных условиях. Ну, чтобы по весне мы ели не только турецкие помидоры, огурцы, но и наши, если возможно, их сохранить до этого времени. Ну что ж, Иван Петрович, большое спасибо, что Вы пришли. На самом деле, тема от горожан далекая, но так важно, когда приходишь в магазин, покупать местную, свежую, вкусную продукцию, произведенную нашими фермерами. Очень важно интересоваться, что Вы покупаете, откуда, кто производитель, потому что очень часто не обозначается это. Требуйте пермское, поддерживайте местного производителя. Спасибо большое. Хорошего Вам вечера, всего доброго, до свидания. Одежда для ведущей предоставлена салоном женской одежды BGN. ТРК Кризисиня. ТРК Кризисиня. ТРК КРУ. ТРК К finesegen. ТРК К ПО-КУ. ТРК К Давай. ТРК К Die. ТРК К animalит и рамка. ТРК К哈 MANSING. ТТРК К хол presenting. ТРК Капа твIO. Трк окcharly дет père,